Болить горло. Спробуй зипелор людяник. Командующего операцией. Генерал армии, кстати, Суровики. А возглавил эту спецоперацию в ранге, в том числе, командующего генштаба, руководителя генштаба, генерал армии Герасимов. Вот давай мы это все-таки сейчас уже, после всех обсуждений вчера, подведем итог. Что, на твой взгляд, здесь главное? Потому что аспектов у этого много, но главное. Главное, что ультраправым в России дали пошатки лидерам. А вот так ты это трактуешь? Так, хорошо. Конечно, перебалансировали ситуацию. Там же три клана борются вокруг Путина. Это, условно говоря, олигархи с либеральным душком. Это классические силовики. И вот ультрасумасшедшие правые. Кадыров, Золотов и Пригожин. Широко шагали. Украинские новости как звучали. Что чуть ли не треть сил, находящихся на территории Украины, под руководством Вагнера, уже отогнали. И все прочее. Ну, сам факт, если посмотреть, что Вагнер ездит на новейших танках Т-90, летает на российской военной авиации, то кто тоже им передает? Это все, правильно? Это все ведомство Министерства обороны. Все это существовало до некоторой степени. Все это, отголоски этой аппаратной войны доносились. Но доносились они в основном как? Когда товарищи вагнарцы, условно, говорили, что Герасим, да ты пидор просто, да? Ну-ка, где твоя артиллерия? А военные молчали. Когда все улюлюкали, вот эти ультраправые кричали, обвиняли военных во всех грехах. И тогда нам казалось, что Путин все их списал. И растопчатый, вдруг такой звоночек. Аппаратные войны, как это, проявились на разных совершенно по содержанию, отрицающие друг друга и очень болезненно бьющие по российскому информационному полю, по месседжам, которые оттуда исходят, в сообщениях о взятии или не взятии Солидара. Когда пригожинские каналы заявили, что мы взяли Солидар, и министерство оборонского ничего не взяли. Он заблокирован просто. Да, именно так Кононченко сказал. И десантники мужественно штурмуют, а это, знаете, там еще бабка на двое, все это сложное и так далее. И оказались правы, потому что Солидар еще не взял. Но об этом мы чуть позже поговорим. Так вот. Что такое? Когда в Украине представители высшего военно-политического руководства или ангажированные на конфронте люди там, или в значимые события выдают разные оценки, на противоположные, это нормально. У нас свобода слова, демократия и еще традиционный украинский анархизм. Но для российской централизованной системы разные месседжи с высоты административного олимпа означают, что тяжелейшую фазу аппаратной борьбы, которая выплеснулась во все услышание. Тут сразу все понятно. Если они договориться не могут по поводу взятия или не взятия районного центра, и, мол, выходит позже и фактически дезавуирует, подрезает сообщение, то что это значит на простом пацанском языке? Что ты балабол привожен. Ты пробалаболил, вы ничего не взяли, как бы дела, что это вот так вот. Не надо перетягивать на себя заслуги Министерства обороны, потому что кровь льют десантники ничуть не меньше, чем вы. Они составляют основной контингент, который бла-бла-бла, туда-сюда. Или, по крайней мере, часть этого контингента. То есть они им сказали, ты балабол, дядя. И дядя должен был бы как-то ответить, правильно? И что-то там как бы сделать. Все ждали по правилам игры, которые там у них приняты. И что мы видим? Лапин, которого так долго ругали. Начальник штаба главкомата сухоподных войск, на секундочку. Это резкое возвышение после опалы. И второй, и тут же назначают Герасимова. Герасимова, Суровикина, который тяготел к ультраправу, к этой же банде, группа ГОП-компании. Ставят всего лишь замом. Но ты же понимаешь, что с аппаратной точки зрения это пощечина, такая хлестная. Не, ну это все как бы... То есть ты дурак, а ты не справился. Просто тебя сразу в рядовые списать нельзя. Значит, ну немножко там этот самый... Помните, какая была накачка на Суровикина? Конечно. Да, генерал безжалостный, который там, значит, Сирию растоптал, всех вас растопчет, то есть все. Генерал тяжелых решений, сейчас он начнет настоящую войну. Сколько было заявлений, а кто может вспомнить и часто назвать реальное достижение Суровикина с момента, когда его поставили, с момента до момента, когда его истали? Никаких, а какие достижения? Почему? Есть одно. Похищенный из Херсунского запада. Ну, иенот, да. Иенот, это, конечно, останется навсегда в истории. Все. И это должно послужить хорошим уроком тем, кто верит во все эти сказки про то, вот Ужо пришел сейчас, который все исправит, потому что следующей сказкой про Ужо пришел и все исправит будет сказка про Герасима. Ее уже некоторые начали давать. Вспомнили, что и Залужный называл его, что он учился у Герасима. Вот сейчас настоящий учебник штаба означает расширение кампании, потому что поставили человека, который разнородными силами может руководить, и он талантливый доктринной гибридной войны написал, что я только не начитался за эти сутки. У западных аналитиков, у наших, прости господи, аналитиков, у российских. Более того, самые скептичные, осторожные российские как раз оказались, самые трезвые. Потому что общая тональность в российских звучит так. Да мы, каких только мы перемен не видели, и кого только не меняли, сколько бы там, не переставляй кровать, бордель же не поменяется. И война проиграна, и никакой смены командующего, если не отсутствует внятная цель и понимание, ее ресурсное обеспечение, добиться невозможно. Пофиг. А на западе и у нас, боже, что только не разве, сейчас будет что-то, ничего не будет сразу. И Герасиму уйдет так же бесславно, как и Суровики. Ему дали три месяца, по слухам. Три месяца это как раз срок российских наступательных усилий, которые они предполагают. Как бы, да, вот эти 200 тысяч тратить. Ну, по результатам этого все и закончится. Я думаю, с этими двумя стами тысячами, которые Герасим теперь будет тратить не Суровикин, а Герасима. Но ехидные люди успели заметить несколько очень важных вещей. А именно, общее командование операции осуществляет теперь не друг Пригожина-Суровикин, а человек, который Пригожин публично оскорбил. Ну, первым они его называли. Общее снабжение, за общее снабжение отвечает генерал Лапин, как начальник штаба сухопутных войск. Снабжение, обеспечение основное идет, там группировки идет из сухопутных войск. Как вы думаете, что теперь может случиться со снабжением Латнеров? Нет, слушай, со снабжением и так ясно, их ничем снабжать не будут. Но ведь командующая операция может их кинуть на участок, с которого живым не выходят. Правильно? Все, берете вот к вечеру, к вечеру, к вечеру. И это как раз тот самый момент, который я люблю называть, потому что я это на практике многократно проходил. Я говорю не теоретические вещи, а практические, с которыми много раз сталкивался, сталкивался на войне. И звучит эта сентенция так. Земля круглая, она имеет форму чемодана. Запомните меня, у кого проблемы с начальством, у кого проблемы с соседями, всегда будет момент, всегда. И случится он скорее, чем вам кажется. И чем кажется тем, кто вас сейчас обижает, когда его жизнь и благополучие полностью окажутся в ваших руках. Как вы поступите, это уже ваше дело. Но такой момент всегда бывает. И даже командир бригады может влететь в зависимость от командира взвода, на который он до этого кричал. Оно так работает. На войне карма очень плотная, все очень быстро случается. И вот вам наглядный урок. Что нельзя... Оказывается, мы еще не видим, но я уже предполагаю, что те, кто кричал на начальника генерального штаба... Нет, это уже трупы, это однозначно. Некоторым образом... Ну, трупы не трупы, но некоторым образом могут пожалеть о происходившем. И тот, кто поощрял их к этому, может тоже крупно пожить. Слушай, я начальник и все. Я что хочу. Это ж война. Но с точки зрения... Да, на войне цена одна. Мало кто понимает, что если на войне взялись убивать людей, а ведь это и является основным содержанием войны, то в отношении своих та же самая цена выплачивается. Я натыкался много раз, что люди не понимают, что когда ты едешь на войну, то, что там цена выплачивается смертью. А чем еще? Да. И не только чужих, но и своих. Конечно. А командир имеет абсолютную власть над человеком, который ему не понравился. Абсолютно. Не, ну вот смотри, есть еще один аспект, который вот обязательно надо обсудить. Мы его с Андреем Андреевичем Пьянковским обсуждали, и мы как-то вот занимались этой темой. Ведь вот смотри, Герасимов вот в этой конструкции, так же, как и Шойга, они же начинали операцию. 24 февраля не было никаких Суровикиных, не было никаких Дворниковых. Это был Герасимов. Правильно, они хотели все решить в три дня. У них даже структуры такой операции СВО не было. Началась спецоперация, но не было такого, что, а кто командующий спецопераций? Ну вот, у нас Генштаб, у нас Миноборона, вот они и командующие. Во всяком случае, это публично не звучало. Может быть, внутри там приказы разработок туда-сюда. Но Генштаб занимался всем, да? Его оперативные подразделения и так далее. Конечно, а кто еще может это спланировать? Ну а кто? Ну а кто? Нет, но потом создано, потом, знаешь, отделили, выделили и так далее. Конечно, хорошо отделили-выделили, но специалисты в любом государстве специалисты, которые имеют такие вещи планировать, находятся только в одном месте. Оперативное управление. Смотри, потом они попадают в опалу. И Шойгу, и Герасиму, это точно было опало. Значит, в претензии был Путин, что вы вот обещали, вы не сделали. Ну, это как бы звучало. Более того, был конфликт между Лубянкой и Минобороны, да? В чем? Он не в том, что они там друг друга готовы сожрать просто так, а снять с себя вину. Это генерал беседы. Ни хрена не генерал беседы. Это вы все разворовали, и нечем воевать. Никакой второй армии мира. То есть, побочным, это точнее побудительным, так сказать, мотивом было снять с себя ответственность, не отвечать за поражение. Сейчас ситуация вышла на то, что, ну, будем прямо говорить, за 15 лет и Шойгу, и Герасимов, это одна команда, они сформировали корпорацию генеральскую. Там все свои. Рука руку моет и так далее. Сейчас возвращаются к конституциональному руководству операций. От вот этой, знаешь, полумахновщины, вот фрагментации, которую мы с тобой обсуждали, военного командования, появились какие-то пригожины, шмигожины. Возвращаются к тому, что и должно быть. То есть, для генералитета еще важно здесь что? Что, извините, командуем тут мы. И даже если через три месяца он обосрется, с большим наступлением Герасимова, вот тут не факт, что он уйдет. Ну, обосрались, так обосрались. Значит, это нерешаемо в принципе, да, теми силами и средствами. Поэтому мы остаемся. И ты нас просто так уже пинком под зад не выкинешь, потому что мы тут командуем, да. Ну, значит, не получилось. Ну, значит, нет достаточного ресурса. Твоя спрятку скидная мысль звучит примерно так. Я сейчас расскажу, а ты скажешь, правильно мы поняли или нет. Что, пробежав круг в 11 месяцев, обнаружили, что все-таки государство, введя войну, должно действовать как государство, системно. В соответствии со стандартным управлением. В соответствии со стандартным управлением, принятыми в государстве, хорошими, плохими, но тем не менее. Неважно даже с какими кадрами, но как государство. Потому что Махновщина была взвешена и найдена легкой. Точно. И имеющая больше негативных последствий, чем позитивных. И сдержек, причем гигантских, и публичных, и всех других. То есть, издержки, связанные с тупорылым военным командованием, или там неспособным, или даже командованием ФСБ, все равно меньше, чем издержки кувалдинга. Совершенно точно. Да, кувалдинг хуже. Потому что кувалдинг ведет к непредсказуемой войне всех против всех. И, в общем, обрушению иерархии, дисциплины, уважения и так далее. И испугало их не внешние последствия, в принципе, уже проигранной войны, а на стратегическом уровне, а именно внутрироссийские последствия испугали разрушение государственности. Они усмотрели непосредственную угрозу, чему? Своей власти и собственности. В раздувании Махновщины. Разумеется. И кувалдинга. Хорошая новость для них и плохая для нас. Нам бы выгоднее было, если бы шло все путем опричненных разносов. Есть только одна надежда, что вот эти кувалдинги, которые понимают, что их списывают, еще не специально, но списывают, то они сами предпримут резкие действия. Это хорошая история. Была бы очень выгодная для нас. Я готов им даже заплатить. Если бы у меня было чего. Что я хотел сказать? Ну вот смотри, вот как опускали и кричали на армейских генералах. Да. Ну вот мы же помним сюда. Отдельного обидеть можно? Смотрите, корпорация нифига не слабая оказалась. Хер обидишь, да. Подняться, да, подняться из административной смерти, но это практически, да, медийный, там, да, репутационный и так далее. Это дорогост. А теперь они полновластные владыки всей группировки и всех процессов, происходящих в России. Россия сейчас подчинена военным процессу. Ну а как? Конечно. Нет, я хочу сейчас обратиться к ФСБшникам, Махновцам и всем там прочим товарищам. Ребята, вы когда недооцениваете военных, даже таких, как у вас в России, вы очень напрасно это делаете. Отдельно военного можно застрещать, отдельно военного можно убить в подъезде, отдельно военного можно затравить в прессе. Но генеральскую корпорацию победить не удалось даже товарищу Сталину. Вместе с товарищем Берием и прочим партийно-репрессивным аппаратом. Не удалось. Поэтому можете недооценивать конкретного генерала, но в целом недооценивать зря, особенно на войне, когда у военных полнота власти. Можно в телеграм-канале писать, что Лапин Редиско, можно там обозвать его публично. Да, иди, говорит, с автоматом в окоп иди. Конкретный Лапин может пойти с автоматом в окоп или по адресу русского корабля, но генералы в целом никуда не денутся, потому что нет генерала, нет государства. Если генералы хоть чуть-чуть с мозгами и хоть чуть-чуть понимают, что они корпоративно должны друг друга защищать и поддерживать, то даже великий бессмертный вождь может потопать ногами, обозвать, а потом все равно, что назначат. Помнишь, как в этом обедном гусаре замолилось здесь слово? Сам государь-император, когда я подал приказ ему, проект этой операции, вознегодовал. И сначала порвал бумагу. А потом одумался и повелел склеить. Так вот это ровно то же самое сейчас произошло. Сначала порвал, обозвал, а теперь повелел склеить, потому что деваться некуда. И государство, увы, для нас будет работать в российское ближайшее время как государство. Они как банда, не пойми кого-то. Ну, так-то оно так, но все-таки для него важно смазывающим материалом должно быть успех. Ну, какая-то удача, военная победа. Это возможно, конечно. Если ее нет, то процессы эти, они все равно пойдут дальше, не избежишься. Если вот это вот наступление, а мой прогноз, что оно затевается, не должен снова захватить всю Украину, а только исключительно, правильно, только для того, чтобы вот, смотрите, мы захватили еще кусок территории, вот мы нажали, вот мы, так сказать, надавили, мы произвели впечатление. Я объясню. Идите договаривайтесь о переговорах, вот и все. Очень просто, все правильно, только давай еще немножко добавим. Как-то еще кусок сюда, в эту конструкцию. Они хотят продемонстрировать способность атаковать, добиваться успеха на поле боя. Это единственное, для чего им все это нужно. Потому что на фоне поражений последних четырех месяцев у них же вообще никаких побед не было. Они способны, потому что Россия может возродиться, изыскать внутренние резервы, сосредоточиться и снова одержать победу на поле боя. Потому что они четко знают, что в зависимости от побед на поле боя и так и дрейфуют дипломатию в ту или иную сторону. Колеблющиеся, да и сильные тоже начинают рассматривать перспективы ситуации с точки зрения того, кто это. И даже победа над Солидаром, которой еще нет, и неизвестно будет ли, она как бы дает, несмотря на 80 тысяч, положенных там в поля, дает возможность сказать о дипломатическом поле, ну, смотрите, мы, во-первых, не все так однозначно. И мы можем снова брать после Херсона, после Харькова. И это будет длиться бесконечно. Тегомотина, давайте договариваться. То есть вся эта история, как мы с тобой всегда и говорили, продоговориться, показать способность контр-атаковать, а значит сказать, что это ж тупик, это то, что вот турки сейчас говорят. Ну, смотрите, Украина может атаковать Россию долго. А Россия может Украину... Ни одна из сторон не это цена. Да, именно так. Нет, поэтому надо договариваться, к чему эти бессмысленные жертвы. Вот только для фиксации этого принципа в международном дипломатическом этом она и существует, эта операция. Но здесь огромный сюрприз, который заключается в том, что договариваться мы не будем, пока хоть один находится на нашей семье. План изначально провалился, до того, как было затеян. Но они еще надеются, они еще пытаются. 345 тысяч нас уже смотрят, 82 тысячи поставили лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Мы всего 18 небольших минут в эфире. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях группах, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Аристоевича. Ну что, тогда посмотрим, что все-таки у Солидара происходит. Что-то... Потому что, ну, разноречивость понятна, но мы все-таки хотим понять перспективу. Давай о ней поговорим. Лучше поговорить. По перспективе трудно сказать. Вооруженные силы Украины не собираются пока оставлять Солидар, но они же... Вот смотрите, что главное произошло? В русскоязычном пространстве рассуждение про Солидар пошло в российской повестке. Да и в украиноязычном тоже. Это не хороший признак, который показывает, что общество не научилось мыслить о войне должным образом. С должным, как накровием, осуждением. Раз у нас что-то берут, уже не важно, что мы отвоевали Херсон, областной центр вообще-то на секундочку. Не важно, что... Ах, у нас отбирают поселок городского типа с десятью тысячами населения, представляющие собой цепочку шахт. Ай-яй-яй, наверное, что-то не так. Конечно, определенные выводы из этого нужно сделать, но я бы поистерюх себя посыпать голову пеплом. И, во-вторых, давайте послушаем анализ генерального штаба нашего села. Они сказали очень четко, командование вооруженной силы Украины Солидар удерживаем. И бои в нем. Не весь, конечно, часть Солидар удерживаем. И у нас сейчас принимается решение, что дальше делать с этой ситуацией. А что это означает? Когда мы можем принять решение, что дальше делать с этой ситуацией. Например, выводить часть или нет? Ну, конечно. Это означает, что мы управляем ситуацией. Что ситуация контролируемая нами. И мы принимаем решение, как лучше, в соответствии с общим планом оборудованной операции на этом направлении, поступить в данном конкретном случае. Поэтому, если мы оставим Солидар, это не будет бегство или окружение. Это будет плановое решение командования, которое выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой, как выполнить предыдущую задачу по нанесению противника максимального урона, возможного при данном соотношении сил и средств в данном конкретном месте. Мы осуществляем плановое действие. Это не потеря города, когда внезапно нанесли рассекающий удар, мы не были готовы, мы не понимали, попали в окружение, потеряли. Ах, какой кошмар, наделали ошибок и не смогли уйти. Нет. Там плановое действие осуществляется. И это будет... Это не ради красивых слов, не ради утешения. Это маневр будет силами и средствами. Плановый. Да, под давлением противника. Да, под угрозой окружения. Но плановый. Запланированный, отданный приказом, обеспеченный и так далее. Это управляемая ситуация. Это не потеря города в результате блестящего удара в шашки. А вот Харьковская операция и потеря Херсона... Ну, Херсон был более плановый с российской стороны, а вот Харьковская была совсем не плановая. Как и Киевская, Черниговская и Сумская. Так что я бы, так сказать, соотечественникам любимым и другим русскоязычным источником, которые не принадлежат кремлевской башне, сказал бы, не надо трактовать то, что происходит в российской повестке. А начинается эта трактовка со слов «взятие солидара». Не надо. Это плановая операция, она проходит, оборонная, проходит на разных рубежах. Иногда на солидарии, иногда западнее солидарии. Важно, какие задачи мы решаем. А мы решаем задачи обороны. Единственной целью обороны является что? Нанесение максимальных потерь партийных. И удерживаются те районы, участки так и тогда, которые что? Позволяют решать эту основную задачу. Если не перестают позволять ее решать, то занимаются другие районы. Так, это с солидаром. На других участках есть что-то новое, что можно обстрелить? Ну, было много обстрелов сегодня. Причем били они ракетами по тыловой зоне солидара Бахмута. То есть, это Константиновка-Карматорск. Были ракетные удары сегодня. Они уже второй или третий день продолжаются. Ну, понятно, они бьют по тылам. Надеюсь поразить сосредоточением наших сил, живой техники, или перебрасываемых войск и так далее. Сегодня, кстати, была ставка. Президент заявил сегодня вечером, что обращение к людям, что силы и средства, в том числе западные, будут идти на Бахмутское и Цельдарское направление с нашей стороны. Современная техника, которая позволит качественнее решать задачи нашей обороны на направлении главного удара сил противника. Есть движение в Запорожской области, то же самое. Ну, помню, да, и в районе Маринки из движения, попытки там Водного, Майорского и так далее, вокруг Авдеевки. По-прежнему пляшут товарищи в районе Полог. И грозят шведу, да, ну, даже не Полог, вернее, не Полог, а Токмака, я прошу прощения чуть севернее. Посмотрим, что там будет. Думаю, что они немножко попрут, но там их не так много, и за это направление я не опасаюсь. Ну, и на Херсонском направлении, как всегда, артиурийские дуэли более результативные для нас, чем для противника. Они отмечаются в основном убийстве мирных жителей, а мы отмечаемся попаданиями, после которых следует двухчасовая детонация и как это оцепление района и долгого вывоза убитых районов. Каковых за крайние два дня, я знаю, сейчас, три, только я. А я далеко не чувствую, потому что просто не успеваю. Ну, знаю. Всего наш генштаб отчитался, 15 ударов авиации было за прошедшие сутки. Интенсивность работы нашей авиации крайне велика. По скоплению живой силы, техники против. Но на Херсонское направление, кстати, частично перебрасываются их войска, и вот на Мелитопольское, так Макское тоже. Не думайте, что это 200 тысяч, это сразу едет. Это отдельные батальоны, роты и так далее. Потихоньку перегруппироваются, укрепляются и так далее. Ну и на вот, не будем забывать, у нас Кременное направление. Кременное Сватово. Злые языки говорят, что что-то там южнее Кременное происходит, негативное для российской стороны. Обороняющиеся. И они натужно пытаются двигаться в общем направлении на Заречное, от Кременной. Резы где-то торчит, по карте видно. То, что мне нравится очень формулировка наших военных, значит, она так успеха не имели. Так, это все? Да. Что ж, тогда перейдем еще. Обстрелы, обстрелы городов были, понятно, с дорожью и так далее. Это тоже уже, к сожалению, является типовой историей практически каждый день. Так, вот смотри, в продолжение все-таки того, о чем мы говорили о главной теме, сегодня уже они объявили, ну, готовили, кстати, Картополов там некий, он глава комитета по обороне Государственной Думы, ну, естественно, доверенное лицо как раз генералитета, о котором мы упоминали, и генерал армии Герасимову, Шойгу и так далее, и так далее, производные именно от этой части. Он уже объявил, что сегодняшнего, сегодня объявил о том, что весны, с весны, значит, они собираются увеличить возраст срочников, там было раньше 27 лет, максимальные, собираются до 30. И вот какой вопрос. Все-таки ты видишь перспективу того, что они, ну, реально начнут, вообще говоря, использовать в военной операции срочников в Украине. А это было на начальном этапе, мы помним. Причем это объяснялось чем? Тем, что они же за два дня хотели взять, и там срочники как бы выполняли какой-то функционал. Ну, казалось бы, что там, войдут и войдут, когда уже войны не будет. Все пошло так, как пошло. Ты сам говорил, что срочники были. Не так много их было. Ну, были. Были и погибшие, и пленные, были якобы срочники. Ну вот. А сейчас, вот, понимаешь, вокруг этой темы много чего крутится. Соловьев там дурака валял, кричал, а вот желающие и так далее среди срочников повоевать хотят, повоевать. Ну, правда, он о других. Все не о себе, не о своих отпрысках. Вот насколько, вероятно, вообще говоря, помимо мобилизованных, за действование срочников? Так они же эту новость подали в три приема. Сначала Соловьев сказал, что ценность жизни не так велика. Да, да, да. Потом он сказал, что срочники, а что бы нет. Потом прошла новость, почти незаметно, но кому надо заметили, которая звучала так, что, ну, а что бы не заключать контракты после трех месяцев срочной службы. И теперь возраст поднимается. Поднятие возраста на три года это примерно 300 тысяч моборезерва российского плюс очередные 300. И вот просто категория лиц, которые на 140 миллионов населения укладываются с 27-30. Значит, метода понятна. Они мыслят порциями по 200 тысяч человек. Это примерно пополам. Половина едет в учебные лагеря, емкость которых 90 тысяч в российских учебных центрах, ну, и тысяч 10 в Белоруси, может быть, в целом. А половина затыкает на дыры на фронте без соответствующей подготовки. То есть, российский мобилизованный всегда стоит перед этим самым, перед выбором, а к какой половине он окажется? Той, которая позволит подготовиться? Он выиграет несколько недель жизни, или месяцев, или тот, который сразу поедет на фронте за такой. И поскольку это примерно пополам, у них это и такими категориями мысли. Но центральный вопрос, который всех занимает, и нас, и их, кто всерьез думает, по большому счету, будет ли третий 200 тысяч? Мы с тобой говорили об этом, да? Да, мы с тобой обсуждали. И вот они сейчас, я вижу, что они испытывают, для меня вот эта история со срочниками и повышением возраста, это признак того, что они испытывают очень серьезное сомнение, что они смогут набрать мобилизованных следующие 200 тысяч в нужные сроки. и нужные сроки. А вот срочников, или, по крайней мере, часть срочников подтолкнуть к заключению контрактов, потому что, смотри, возраст увеличен, и что такое дядька, который 28 лет пришел, у него двое детей уже может быть вполне. Ну, так, кстати, в советский год, ты знаешь, что это было препятствие. Двое детей не брали уже. Ну, или там один. Вот ему могут сказать, чувак, ну, смотри, мы тебя, конечно, дернули, как бы на срочную службу, ты же не служил, все по справедливости, все по закону. Ну, ты будешь получать сколько там? 650 рублей, как срочник, там, или что-то около того. Да им вообще ничего не дают. Не, им дают там какие-то... Ну, это на сигареты там. На два, на сигареты и на два бутерброда, да, в чипке. Давай контракт. Контракт – это деньги, это обеспечение, совсем другая история. Опять же, в случае гибели. То есть, они будут просто старших вот этих дядек попавших мобилизовывать, как это, пушить на контракт. Особенно в свете радостных докладов на коллегии Министерства обороны, увеличивать численность вооруженных сил. Радикально. Помнишь, такой был? Да. Это средство... На полтора миллиона он сказал. Да, это средство сложить срочников и средство сложить мобилизованных. До кучки и таким образом отчитаться, что численность вооруженных сил увеличена. Но такой прием они нашли, потому что мобилизованными численность вооруженных сил, конечно, не увеличишь. Нужно отчитаться по контрактникам, куда будут гнать срочников, ну и по своим срочникам. В санитарии выполнение решения коллеги министерства обороны таким специфическим образом срочники в 30 это конечно сильно ты понимаешь почему эта история может иметь такое продолжение вот изначально когда только разговоры шли ой на два года поднять срок срочной службы с года и так далее там были какие-то вот по виде резкие какие-то с разных уровней и вплоть до песков а теперь песков вот что заявил вот послушай он говорит песков заявил что механизмы сроки повышения призывного возраста говорится о призывного возраста только исключить прерогатив минобороны то есть не к нам все туда ну а туда ага как чем минобороны каждые два года будет служить и до 30 лет будем забирать там говорим ой давайте с 18 и одного подымем а почему потому что в семь лет идет школу мальчик то а делал то что он заканчивается один из классов учится он заканчивается 18 то есть он прям садик школа мешок толапановый пакет понимаешь меня умиляет кремлевская вот это в этот самый манера указывать на главную причину всех бед российских граждан на принцип разделения властей но мы же не управляем сестом обороны ну куда вы ну что хотя по конституции президент отвечает прежде всего за оборону и внешнюю политику прямо его вертикаль как бы но то так это для российских граждан которые склонны в это верить и которому пора было бы задуматься здесь вся эта история в россии очень сильная прививка после первой чеченской отношении применения срочников на более потому что трагедии которые там происходили массово это очень сильно ударило по вообще и общество солдатские матери все остальные даже сейчас после 22 лет там или 30 развращения российских душ и мозгов все равно очень нервно реагирует на срочников это путин который встречался с виртуальными стюардессами чтобы рассказать что срочников нет когда первых пленных показали срочников и погибших вот это конечно дорогого стоит если лично президент затыкает такую дуру значит это назначено правильно вот но вот сейчас общество очень сильно всколыхнулось когда услышал вопрос срочников начали попытаться этой темы избежать а избежать очень просто выталкивая их на контракт но и был опять же вилка будет 2730 ему говорит чувак ну смотри тебя или мобилизуют ты на войну поедешь как мобилизован у которого меньше прав на самом деле зарплата меньше мобилизованных не получают зарплату контрактников или ты добровольно пойдешь контрактников со срочной службы а это другие там привилегии зарплаты все лучше контрактникам чем мобилизован то есть это такая же система принуждения к к добровольному участию в войне как бы и увеличению этих самых которая носит признаки добровольности ну ты же сам контракт подписал на самом деле является просто двухступенчатый не одна ступенчатая коммобилизация а двухступенчатая система принуждения к тому чтобы стать убить ну вот и все или самому погибли и или самому погибли но плюс ха-ха-ха давай уже свяжем это с начала нашей беседы это резкое увеличение численности вооруженных сил против кого против доли человека общей системы силовой это увеличение численности сил по отношению к армии Кадырова это увеличение численности вооруженных сил по отношению к росгвардии заметь для баланса для баланса да да не просто баланс армия радикально усиливается и даже все вместе сложены человека армия Кадырова и росгвардия могут стать слабее армии такой большой и это не последний аргумент в планах министерства обороны я тебе гарантирую на 101 процентов они просто увеличивают свой свой вес буквально исчисляемый в мясо в живых килограммах военная потому что слишком много ЧВКшников слишком много росгвардии слишком много кадыровых кадыровских дружат между собой представляет собой единую большую силу а как же армия армия тоже должна быть сильной ну вот они и делают ее сильно ну под 30 90 нас уже смотрят и больше 100 тысяч поставили лайки спасибо всем друзья мы 34 минуты в эфире вот какой вопрос ну я не знаю по ходу репликой значит у нас сегодня Канашинков убил 4 Брэдли ты в курсе он прям заявил я посмотрел я думал врут наверное я глянул он действительно говорит мы говорит убили 4 Брэдли а их еще нет в России в Украине во взяли 2 Бахмута 4 Солидара тоже и я не знаю как но он лично обязательно обвязавшись гранатами под них бросается выходит и встает и под новый то есть вернемся к технике да вот сегодня подряд уже идут сообщение после заявления президента дуды польши о передаче танков леопард то же самое мы слышали от великобритании то же самое сегодня финляндии завел до горит нас немного но мы свои леопардики отдадим а вот вот смотри в канун совещание которое должно пройти в рамштейне ну вот не знаю мы гадаем дадут самолеты пообещают будут дискутировать но во всяком случае танки как мы это понимаем уже ну какое количество уже складывается какое вот их сколько уже будет 10 20 30 50 будет их много как обычно будет меньше чем нам хотелось бы но больше чем это всегда больше чем ожидает соловьев например и к и конашенко все уже уничтожил что заново уничтожать свежепоставлены а когда это ему мешало то сказать не вопрос но придется рот открывать звуки произносить это же работа тяжелая зря генерал-майор же генерал-лейтенант лейтенант лейтенант уже начали компании присвоили все-все-все-все-все-все-все ну что смотри тогда генерал армии да растет вопрос тогда следующий ты полагаешь что действительно на совещании в рамштейне мы услышим какие-то и новые совершенно решения по передаче вооружений вот я не знаю мне как раз интересно что будет на совещании в рамштейне потому что это будет показывать как запад вы смыслит следующие полгода войны и куда направление наступательной оборонительной доля их между наступательными и оборонительными но доля наземных и там полу доля авиационных комплексов и прочее прочее но примерно я понимаю куда он туда же куда и до рамштейна то есть накачка техника идет в основном и это не может не радовать потому что видно что войну они понимают в этот раз верно только механизированное тяжелое подразделение могут по-настоящему быть устойчивыми в обороне и эффективно действует наступление ровно то что нам надо большое спасибо только бы еще умножить хотя бы на 3 то что они дают потому что так как они все любви они дают меньше чем нам надо но вот смотри сегодня когда лиза райс это бывший год секретарь заявила то есть это все вошедок пост опубликован что говорит нельзя давать путину передышку поставки оружия украине надо срочно нарастить газета вошедок о сопруга открытое письмо написано экс госсекретарем сша кандалира райс и бывшим главой пентагона робертом гейтсом сколько а но это этот день так информирует bbc самообращение не призывает нынешней власти сша оказать украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно ссылаясь на личный закон с владимиром путином авторы утверждают что российский главнокомандующий намеренно пытается затянуть на вооруженный конфликт в украине чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку оказываемый киеву со стороны сша и стран евросоюза а значит любые отсрочки и промедление в оказании помощи украинскому народу оказывается на руку москве а вот значит далее безусловно пока война продолжается экономика россии будет переживать спад российский народ многочисленные решения пишут авторы обращения но россиянам случалось переживать и куда более худшие времена в системе координат владимира путина поражение российских поисков украине возможно недопустим продавает райс и гейтс и поэтому он готов ждать чтобы выиграть время объявив об аннексии четырех украинских регионов москва сделать все для того чтобы как минимум держать захваченные позиции в какой-то момент возобновить наступление как это уже случалось раньше напоминают авторы в конце концов полномасштабное вторжение было начато лишь спустя восемь лет после аннексии крыма и разжигание вооруженного конфликта на востоке страны в то же время продолжают авторы хотя украины и оказала российскому вторжению героический отпор а вооруженные силы страны проявили себя просто блестяще украинская экономика находится в упадке миллион людей были вынуждены бежать страны ее инфраструктура разрушена значительная часть украинских залежи полезных ископаемых промышленных мощностей плодородных земель находится под контролем москвы настоящий момент военный потенциал экономик украины находится в полной зависимости от помощи стороны запада первую очередь от соединенных штатов напоминают авторы но военный конфликт зашел в тупик и на киевские власти усиливается давление с тем чтобы заставить украина начать мирные переговоры и добиться установления перемирий пишут они нынешних обстоятельств любое соглашение прекращения огня возобновит в россии огня оставит россии сильную позицию для возобновления вторжения когда она будет готова это неприемлемо уверены когда лиза райса роберт гейт ну и так далее там большой материал если кто захочет найдет его то есть смотри все-таки они один бывший госсекретарь министр обороны ну то есть лиц серьезные значит но вот смотри как получается они наставят как и другие это уже не первый все помнишь был почему атлантик консила вот недавно макфол говорил что надо атакам передавать призывал администрацию байден ну и так далее так далее так далее значит вопрос стоит так что очень уже остро стоит в самый канун рамштайна что вопрос нужно закрывать нужно передавать вот эти все искомые вооружения для чего вот мы опять отвечаем это все-таки вооружение для наступления для контроперации которая видимо как ты говорил будет после попытки осуществления наступая наступать на действий или каких-то там операции со стороны москвы и ночью теперь команда сначала разгромить наступающие российские части уничтожить просадить а потом сходить в контрнаступление на ослабленном противника она нужна для того и для другого именно с этой логикой она будет передаваться приятно же на западе это понимают когда лиза райс была всегда исключительно грамотно грамотным специалистом экстракласс и очень кстати русский язык знает да и умный человек у нас советолог специалист по советскому да 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 она училась именно да да и вот она знает не случайно сказали мы знаем путина лично потому что у нас есть соответствующий лично эмоциональный опыт и все очень правильно разложили эта позиция которым говорят все без исключения украинский эксперт президент глава офиса постоянно об этом говорит министр обороны и все-все-все министра странных дел глава совета национальной безопасности и обороны все включая вашего покорного слугу это очевидные вещи и приятно что все больше голосов унесу напоминаю что это не было нормой когда западные эксперты и наши говорили одно и то же вот теперь говорят проблема поставлена поставлена будет решаться я уверен что до конца войны будет все то же самое мы будем получать причем самое разнообразное все новое и новое все более казавшиеся ранее невозможно включая авиацию но все равно это будет меньше чем нам нужно и сильно меньше чем нам хотелось но будет так вот его как это шутками прибалутками будем двигаться дальше пока не победим вот смотри последняя тема значит уже почти 42 минуты мы в эфире почти 400 тысяч человек на стоит больше ста десяти тысяч поставили лайки нам и спасибо всем огромное пожалуйста просьба такая товарища которая ставится ни в чем зря за три тех кто то есть где то есть где это появлялась Я тоже мог бы называться, знаешь, этим... Ну, не буду. Валуа? А? Валуа, Валуа, да, да. Да, что же он состоит из... Вот. Он говорит, что он с врагами не дискутирует. Я не знаю, с чего он решил, что ты его... Предложил ему дебаты. И он, типа, от них отказывается. Ну, это как бы, знаете, я не знаю. Меня спросила Латынина, с кем поговорил бы я с Путиным. А, нет, Алисия Бацман. Аббатсман. Да, она спросила, с кем я поговорил. Ну, я сказал, что Путин... Путин абсолютно пустышка. А с Гиркиным я бы поговорил, да. Потому что человек верит в свое дело, или похож на который верит. Пару вопросов нет. Вот, видишь, а он зацепился языком и начинает уже из этого целую историю накручивать. Такая крутит разовое здоровье. Понимаешь, ты же, КГ, есть два простых принципа психологических. Человеком управляет то, что он не осознается. И если кто-то треплет языком тебя, меня или еще... Кого-то, это означает, что мы ими управляем. Мы на них влияем. Потому что влияние... Это ты говорил, меня, да. Влияние не что иное, как способность породить реакцию. Неважно положить, но... Я, конечно, не... Пождаю. Все, значит, мы влияем, и они обслуживают нашу повестку. Они, не мы их, не наши. Вот, честное слово, честное слово. Ну, ты меня, конечно, извините. Вот, я не знаю, меня много кто смотрит. Но фраза о том, что, значит, его, значит, не беспокоит неудача дискуссии, а просто по причине того, что с врагами можно дискутировать до войны. Во время войны врагов надо принуждать к капитуляции бегства или безжалостно читать. Игорь Иванович, уважаемый, ты как бы даже не отдупляешь вообще. Кого? Ты Арестовича, что ли, хочешь к бегству? Ну, так зайди, приди, подъедь, соответственно. Ну, как бы, ты даже не представляешь, на какие молекулы тебе там разберут. Я был о нем лучшего мнения до этого высказывания. Объясню, почему. Есть три жанра у современных дискуссий публичных. Первое, это чтобы покрасоваться перед своими. Он это и делает. Он это и делает. Что чужих ты не переубедишь. Второе, это растоптать противника. Как бы раздавить и попрясать на его могиле, значит. И третье, это поискать истину. Меня в любом общении даже с врагами интересует поискать истину. Я разведчик. Разведчик это тот, который ищет друзей среди врагов. Я как бы обожаю общаться с врагами. Я христианин, я люблю своих врагов. Поэтому внимателен к ним. Хотел бы в душе покопаться по-хорошему. Я имею в виду реально разобраться, что же руководить человеком. Почему умный человек так думает и так действует. А он, оказывается, хочет выиграть публичные дебаты. Или не проиграть. Так, оказывается, это вопрос не истинное самолюбие. А так у меня вопросы самолюбия давно не беспокоят. У меня только вопросы истины беспокоят. Ну, раз это вопрос о самолюбии, то и говорить не о чем. О чем? Куда? Ну где? На что тратят время?